По функционалу, дерьмо дерьмом. Просто ничего? Какой кошмар! Это очень грустно и невкусно. Прям, ну прям, Сан Секвоя 2.0. Ёптеть, прям, да. Это всё? Какой кошмар. Вы издеваетесь? Вы серьёзно? А зачем тогда он здесь, простите меня? Я всё, я разочарован, ребят, понимаете? Ну а перед просмотром данного ролика не забудь подписаться на канал. Мне будет безумно приятно, если ты станешь частью семьи канала Хабагивили. И мы до Нового Года наберём 155 тысяч подписчиков. Было бы здорово. А к следующему лету или к осени 200 тысяч на канале было бы очень круто увидеть. Поэтому подпишись на канал и продолжай просмотр. Всем огромный привет! Меня зовут Сергей. Добро пожаловать на канал Хабагивили. И добро пожаловать в Тамаранг. Новый город из дополнения сдаётся. Сегодня у нас на обзоре. Посмотрим, походим, поплаваем, поизучаем. Текстурки и не только. Собственно, всё, что мы всегда с вами делаем с новыми городками. Посмотрим, насколько качественно он выполнен. И вообще, как бы, насколько он большой. Короче, приступаем к просмотру. Вместе с семейкой Царёвых. Многие могли заметить, что совсем недавно у меня появилось крутое ортопедическое кресло. Я больше всего, наверное, говорю о том, что, ну, уже возраст, да? Пора ортопедическое покупать и всё классно. Ребята из компании Thunder X3 прислали мне своё новое кресло, которое называется XTC. Игровое компьютерное кресло Thunder X3 XTC имеет чрезвычайно стильный и функциональный X-образный дизайн, обеспечивающий поддержку в течение всего дня. Благодаря воздухопроницаемому сетчатому материалу и эргономично изогнутой спинке, обхватывающей верхнюю часть тела, кресло заботится не только о вашем комфорте, но и о здоровье. Чтобы вы могли полностью сосредоточиться на самых жарких и напряжных игровых баталиях, не отвлекаясь ни на что. Кресло Thunder X3 XTC – это новый многофункциональный механизм SU-NC5. Саморегулирующая поддержка шеи и поясницы, регулируемая глубина сидения, регулируемая спинка, вентилируемая нейлоновая сетка в сочетании с высокопрочной PU кожей для максимальной вентиляции и комфорта, регулируемые 3D подлокотники, синхронный наклон спинки и сидения, стальное основание и 75-мм полиуретановые колесики, газлифт класса 4 с поддержкой до 150 кг. Эта прикольная фича с сеткой очень классно подойдет для тех геймеров, которые обожают по дому ходить без штанов. Да, на кожаное кресло, да без штанов, можно сесть, оно холодное, еще прилипает, а у этого кресла классная сетка, и ты садишься и как будто бы все так и должно быть, ничего не прилипает, ни холодное, ни горячее, в общем, очень удобно и очень круто. Подлокотники регулируются. Надголовник тоже регулируется, его можно выставить так, как вам будет удобно, чтобы просто положить голову и лежать кайфовать за просмотром сериалов. А еще в преддверии нового года это потрясающий подарок для геймеров. А еще по промокоду GIVELY ты сможешь получить скидку в 20% на все кресла от компании ThunderX3. Действие промокода ограничено до 8 января, так что успей закупиться подарками на Новый год и Рождество для своих родных и близких любимых геймеров. И не только. Первый район, который мы с вами посмотрим, называется район Маринсонг. Шумный район с огромными местечками и колоритными соседями. В Маринсонге в любое время дня и ночи можно встретить самые необычные сообщества. Прогуливайтесь по ботаническому саду или сыграйте в классики на специально отведенном для этого поле. Или же отправляйтесь на ночной рынок, где вас ждут перекусы под луной и покупки на рассвете. Возможности безграничные. Ну что, подгружаемся в этот райончик. Вот мы, собственно, и в нем. У нас здесь, разумеется, очень много бутафорских домиков для создания, наверное, какого-то антуража. Но опять же, знаете, в каждом дополнении, в каждом городе докапываться до бутафорских домов, мне кажется, вот нам сан-секвой с вами хватило. И на этом, на этом все, пожалуй, да? Вот, конечно, естественно, будет дохрена бутафорий. И сан-секвойа в этом плане была первопроходцем, когда прям в центре города. Прям в центре города у нас натыкано огромное количество бутафорских домов. Собственно, так же, как и здесь. Вот, просто центр города. Просто площадь центральная, мы кстати, очень интересно, будут ли машины ездить по кругу. В этом районе у нас получается один участок, на который мы с вами прогрузились. И так же есть еще один участок. Это у нас получается... Давайте я вот так вот еще раз сделаю. Мы с вами посмотрим, сколько участков в этом районе. У нас тут раз, два, три, четыре. Четыре участка в этом районе. Четыре участка в этом районе. Получается, один вот здесь, второй у нас вот тут вот очень-очень маленький такой участочек. Дальше у нас идет участок вот здесь. Тут у нас парк находится с какими-то лавочками, да, небольшим таким вот бассейником, да, который просто выглядит как, ну, фонтанчик, который тут, короче, не хватает в нем. А с зоной для барбекю. И, собственно, вот такой вот тут участок. Разумеется, снести этот парк хреном собачьим ничего нам не составит, никакого труда. И снести его, и поставить нормальный многоквартирный дом. Вот. Также тут у нас присутствует какая-то вот очень, кстати, красивая статуя дракона. Выглядит вообще кайф. Вот. И лотусы, кстати, мне всегда было интересно. Вот эти вот лотусы, это именно прям лотосы-лотосы или это какие-то фонтаны? Ну, выглядит, знаете, как будто бы это какой-то фонтан, но, скорее всего, это, типа, живой цветок лотоса. Просто как-то он выполнен очень-очень странным образом. Как будто бы, знаете, он как будто бы не живой. Как будто отсюда должны сейчас палиться струи воды. И это что-то по типу фонтана, наверное. Но, судя по всему, это живой лотус. Просто какая-то текстурка не очень хорошая. Так, переходя от этого участка, мы с вами направляемся на следующий участок, который находится где-то вот здесь. Вот, у нас тут тоже есть, я так понимаю, многоквартирный домик. Тут можно поглядеть по ящичку, да? Ящик на три квартиры. Вот, рядом с этим домиком у нас расположена детская площадка. Кстати, вот это очень круто, что разработчики начали добавлять вот такие вот детские площадки. Тут вот есть игра в камушки, тут можно поиграть в классики, тут кораблик, да, и всякие лазалки. Разумеется, добавляем в игру мод Тул, и эта детская площадка превращается во что-то нереально крутое, нереально классное. И сейчас, благодаря классикам, благодаря вот этим вот игре в камушки, ваши другие детские площадки, которые находятся вне территории участков, с помощью мода Тул, станут просто вообще великолепными, потрясающими, нереально крутыми. Вот, у нас тут уже общаются персонажи, кстати, вот этот дядечка, этот персонаж из трейлера. Кстати, смотрите, какие классные узенькие улочки. Чуть я даже как-то не обращал внимания. Они реально очень мизерные, очень, то есть, как бы совсем мосипупусечные такие улочки. Но вот так вот это выглядит очень колоритно. Вот так вот прям это выглядит очень колоритно. Ты вот так вот идешь, реально, как будто по очень узенькой улочке, где-нибудь во Вьетнаме, где-нибудь вот там. Тут у нас, получается, какие-то магазинчики, тут ездят тук-туки. Тут у нас стоит велосипед. Кстати, по-моему, такого велосипеда нет в игре. Это просто, как бы, бутафорский велосипед. И также тут стоит припаркованный тук-тук. Вот. А магазинчики, да, которые, опять же, бутафорские, опять же, тут тук-туки припаркованы. Выглядит очень, знаете, как-то так по-живому, что ли. Как будто бы улицы не пустые, но бутафорские. Бутафорские, да просто до мозга костей улицы. Это, конечно... Вы, ну, правда, с каждым городом Sims 4 становится все бутафорще и бутафорще. Вот этот дом вообще очень современный. Он как будто бы в этот район как будто бы даже и не вписывается особо. Вот в особенности вот этот. Ну, вот эти вот четыре домика, которые тут стоят. Даже пять домиков, которые тут стоят. Они в этот район как будто бы не очень сильно вписываются. Автобусная остановка. Нет, город, правда, выглядит неплохо. По мне, город выглядит неплохо. И, кстати говоря, у нас тут... Вот тут вот дерево, вот это вот. Это уменьшенная копия дерева из... Сильвадорады. Дерево из... Этих, как у... Кушки и собаки. Бриндлтон Бэй. Такие деревья пришли именно с дополнением кошки и собаки. В общем, по растительности, знаете, как будто бы ничего... Ничего нового. Именно вот то, что касаемо флоры, вообще ни черта нового в плане растений. Ну, вот, кстати, пальмы. А эти пальмы, по-моему, тоже в Сильвадораде присутствовали. То есть, то, что касаемо растительности, абсолютно ничего. Это дополнение нам особо не принесло. Кусты максимально стандартные. Все... Все обычное. Никаких новых деревьев мы с вами здесь не наблюдаем. Это, собственно, было видно еще в самом трейлере. Что это очень грустно и очень печально. Вот. Но круговая вот эта вот площадь, вот эта вот центральная, очень классная. Правда, очень нравится, очень крутая. Жалко, что тут нет никаких лавочек, где можно посидеть, как это было в Sims 3, да, в том же. Где у нас были... Где была центральная площадь с фонтаном и лавочками. Тут тоже как будто бы должен быть фонтан, но как будто бы он то ли не рабочий, то ли что-то типа того. Вот. Летают всякие бабочки, птички, насекомые вокруг этой статуи. Не, ну проработка, конечно, кайфовая. Правда. Вот то, что касаемо проработки этого города, детализированности, очень здорово. Да, это бутафория. Да, она самая. Но проработка обалденная. Конечно, было бы очень круто, если бы городочек был маленький, но участков на нем было бы очень много. Было бы прям офигенно. То есть у нас, например, вот этот участок, было бы очень круто, если бы он был функциональным. У нас в городе, ребят, 9 участков. 9. Почему не 10? Ну, хотя бы 10, да? Хотя бы какое-то круглое число этих самых участков. Непонятно. У нас есть вот этот самый, получается, парк с... Что это? Это ботанический сад? Давайте мы с вами в него сходим. Посмотрим, что у нас тут находится. Виктор разувается у входа, стараясь не задерживаться на пороге. Важно появиться... О, чего? Уважение, любуюсь прекрасными знаниями храма Тинцу. Сложно поверить, что это порождающее воображение произведения искусства находится совсем недалеко от дома. А что, это просто храм Тинцу и все? Он больше... Ну, ну, а он никаких действий нам не дает? Так, мне очень любопытно и очень интересно. А то есть этот храм нам вообще ни черта не дает? Виктор разувается у входа, стараясь не задерживать... Это то же самое сообщение. Вы издеваетесь? Вы серьезно? Ну, то есть, типа, вообще ничего? А какие-то приключения, какие-то, я не знаю, там, задания с этим храмом вообще ничего нет? Ну-ка, дубль три, окей, хорошо. Подожди, потом пообщаешься там. Этот храм нам совершенно ничего не дает? Виктор разувается у входа, стараясь... Совсем недалеко от дома. Это все? Это все? Просто ничего? Этот храм нам ровным счетом ни черта... Вообще никакого геймплея не дает. Вы понимаете? Абсолютно ничего. В плане геймплейной какой-то проработки абсолютно вообще ноль, зеро просто. Абсолютно. Ничего. А зачем тогда он здесь, простите меня? Какой, какой, какой кошмар. Какой кошмар. Просто, это как? Огромная площадь, просто гигантский участок, где стоит красивый храм, который они тизерили в своих трейлерах. В тизере был этот храм. То есть, и как будто бы ожидается, что там будут какие-то очень крутые, классные приключения. Но он просто разувается, проходит в храм и нам просто показывают сообщения, что... Ммм, классно, храм возле дома, прикольно, великолепно, замечательно. Хотя бы свечку, что ли, купил там какую-нибудь, я не знаю, или еще что-то типа того. Ну все, это, 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 это правда все? Ну то есть, как бы, что, что в этом районе мы можем сделать еще? Кроме того, как посмотреть на фонтаны, даже полюбоваться на них мы не можем. А лягушек пособирать, ну это, спасибо, и на этом хотя бы. Хотя, мне кажется, этих лягушек уже во всех других городках, уже вот выше крыши до хрена и больше. Вот. Что еще? Побывать на ночном рынке, да? То есть, как бы, здесь у нас район чисто, чтобы жить. И вот был ночной рынок. Все. А также у нас вот есть вот такая вот штука, где мы можем посетить рыбный рынок. Собственно, можем закупиться какой-то рыбой. А мы даже, мы даже порыбачить не можем с этого пирса. А, можем. Вот здесь мы можем порыбачить. Окей, хорошо, хотя бы место для ловли рыбы есть. Допустим. Например. Окей. А, тут можем еще, кстати, порисовать, смотрите. Можем тут место для рисования присутствовать. Вот. Ну что, давайте перейдем в режим таб в этом районе. Мне, правда, очень интересно полетать, посмотреть на текстурность. Ну, вообще, правда, вот так вот, если смотреть, правда, очень красиво, очень пейзажно, очень здорово. Правда, очень классно. Выглядит город именно вот как визуально выглядит он. Ну, допустим, ладно. Выглядит он визуально красиво, если вот туда не смотреть. Выглядит он, правда, красиво, очень здоровский. Сделанный городочек выглядит, правда, классно. Только вот мне вопрос, а что? А почему? А почему? А? А как? Что? Ма? Я в первый раз, кстати, вижу вот такую воду в игре. Кусками сделанную. Ну, допустим, допустим, ладно, хорошо. Ну, смотрите, камни из-под низу не торчат. Ой, это что такое? Это что такое? Ой, это кустик. А что ты тут делаешь? Можешь узнать? Ну, допустим, ладно. Хорошо. У нас есть подземный куст. Где-то существуют подземные источники, в нашем случае подземные кусточники. Вот. Ну, это, конечно, не... А, вот мы на рыбном рынке, смотрите. Мы можем купить книги, мы можем купить рыбу. И можем купить белковое лакомство из рыбы. Прикольно. Классно. Рыба... Рыба есть. Вот. Что еще? Что у нас тут еще дальше есть? Разумеется, ну, кстати, вот это очень прикольно выполнено. На заднем фоне, как будто бы тут какие-то небольшие такие поселения. Выглядит балдежно. Вот. Правда, выглядит балдежно. Кроме вот этой вот какой-то странной кусковой воды. Непонятной. Ну, допустим. Выглядит, в принципе, если не нажимать на режим таб и не вылетать за пределы карты. Выглядит вполне себе, как будто бы даже... Как будто бы даже прикольненько, в принципе. Но это выполнено лучше, чем... Кстати, вот отсюда снимать какие-то пролетки. Прям вообще по кайфу. Прям очень здорово. Правда. Чисто вот по синематику, по кинографичности, боже мой. Выглядит все красиво. По функционалу дерьмо дерьмом. Ну, по крайней мере, этот район точно... Меня... Этот храм меня разочаровал просто на все 100%. Это просто... Что? Допустим, у нас вот наступила ночь. Да? 7 вечера. По идее, сейчас должен стартовать ночной рынок. Наш персонаж уже где-то тут бродит. А, он что-то уже хавает. А, тут вот, смотрите, уже продавцы начинают. Мы можем заказать еду, напиток, торговаться. Вот. Все, начался ночной рынок. И давайте смотрим, что у нас на этом ночном рынке есть. Разумеется. Вот. Так, давайте вот по кусочкам. Раз, два, три, четыре. Четыре палаточки с едой. Одна из них активная. Одна. Смотрим дальше. Раз, два, три. Так, еще активная. То есть, тоже две. Так, раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Еще активная. Третья палаточка. Семь, восемь, девять, десять. Еще одна активная палаточка. Одиннадцатая получается. И все. И все. И все. У нас, ребят, четыре активные палаточки. И это ночной рынок. Ну, если мы возьмем вот эту вот штуку с рыбой. То получается у нас пять торговых точек здесь. А они хотя бы как-то отличаются? То есть, тут какие-то украшения. Хорошо. Здесь у нас еда. Отлично. Допустим. Здесь у нас мороженое сладости. Окей. Хорошо. И четвертая должна отличаться. А четвертая у нас... Не отличает? Она не отличается. Серьезно. Она вообще не отличается вот от этой палатки. Она прям такая же, ребят. Она прям точно такая же. Канистра, вода, три блюда стоят. Там какие-то куриные ножки на заднем фоне. Вот, собственно, и тут то же самое, да? Канистра, вода. А, ну нет. Тут она не отличается визуально, но что-то по еде на заднем фоне. Вроде что-то как-то заказать еду, торговаться. Какие-то там шашлычки и так далее. Ну ладно. Допустим, вот с натяжкой прикольно. Ну хорошо. Допустим. Ладно. Вот. Мне очень нравятся улочки. Правда. По кино... Магра... По кино... Вот правда. По красоте улицы очень крутые. Можно снимать пролетки. Ну там для видосов, например, да? Там делать фотографии. Выглядит все божественно. Очень красиво. Очень здорово. Но функционал... Как будто бы вот его где-то забыли. Функционал... Про функционал-то мы и забыли. Вот это вот грустно. Это очень грустно и невкусно. Прям... Ну прям... Сан Секвое 2.0. Ептить. Прям... За что? За что? Ну хотя бы... Ладно. Хотя бы с текстурами проблем нет. А, смотрите. Это, кстати, не фонтан. Это огромная лампочка. Светящая в небо. Вот такой вот райончик под названием... Как он называется-то? Боже. Я уже его даже забыл. Как название у него очень сложное. Райончик под названием Маринсонг. И теперь мы отправляемся в тот район, на который у меня больше всего надежд. И я надеюсь, что он реально будет классным. Второй район называется Косапа. Район Косапа расположен вдоль реки и идеально подойдет любителям природы и расслабленного образа жизни. Искупавшись в море или позагорав на пляже, отправляйтесь в заведение Кричащий Геккон, чтобы пропустить пару напитков. Солнце растопило ваше сердце, тогда посетите заповедник с тиграми Сулия и пожертвуйте средства на охрану дикой природы. Вне зависимости от того, что вы выберете. Косапа отличное место, чтобы просто плыть по течению. Вот давайте мы в это отличное место, где можно просто плыть по течению, с вами и отправимся. Ну что, мы с вами в районе Косапа. У нас ночь, потому что первый райончик мы смотрели очень долго, но как будто бы для этого городка ночь очень антуражная. Мы с вами сразу наблюдаем новые осветительные уличные приборы, да, которые, собственно, у нас появятся в отладке, можно будет их использовать. Также мы с вами наблюдаем пляж и, ура, открытая вода. Ребята, можно плавать здесь абсолютно спокойно. Пляж открытый, пляж доступный. Здесь также есть место для рыбалки. Выглядит все очень классно, очень красиво, тем более, что тут у нас целый участок, где можно построить что-то. И у вас, грубо говоря, будет, например, ваш дом или ваш многоквартирный дом с полностью доступным выходом к воде. Привет, Sims 2! Дома и их участки, которые можно было, там, дома, квартиры строить прямо возле воды и купаться. У вас личный пляж, что-то типа того. И здесь примерно та же самая история. Вы тут можете выстроить себе домик, не обязательно многоквартирный дом. И просто у вас будет, собственно, личный пляж, куда вы сможете приезжать, купаться, проводить классное время. Даже не приходить, купаться и классно проводить время. Так, дальше давайте мы вот в эту сторону сгоняем. Тут у нас бутафория, бутафория, бутафория. У нас есть небольшой мостик. Так, сейчас вот мы вот в районе мостика погуляем. У нас тут есть еще один участок. А у нас вообще сколько тут участков в этом районе? Сейчас посмотрим. Получается у нас... А вот мы подгрузились на какой? Вот на этот, да? У нас тут получится раз, два, три, четыре, пять. Пять участков. Пять участков здесь. И получается шесть тут. Раз, два, три, четыре. А, все правильно, девять участков. Получается, участочек здесь. Вот тут после моста, судя по всему, участков уже нет. Но у нас тут есть какая-то активная штука. Какой-то активный объект. Куда мы тоже с вами сейчас сходим. Вот. Так, тут у нас какие-то камни, что-то. Какой-то туман. Замерзнуть до смерти. Ну, конечно, замечательно. Потрясающе, чувак. Ты чего? Ты где? Так, у нас тут еще есть крытый мост. Выглядит как... Нет, правда. Я вот, я не устану об этом повторять, что чисто визуально, бутафорски, город выглядит потрясающим. Великолепным. Но могли бы разработчики, например, как это сделано, кстати, тут вот есть еще место для рыбалки. С лавочкой можно посидеть, порыбачить, поболтать. Выглядит потрясающе. Вот. Перебегаю с темы на тему. В дополнении кошки и собаки тоже была лодка, припаркованная примерно таким же образом. На нее можно было нажать и нажать отправиться на остров. Здесь, чтобы вы понимали, тоже есть остров. Вот он здесь. Он вот здесь. И на него можно отправиться. То есть, потому что тут есть пещера. Вот. Но нам придется на него плыть, чтобы вы понимали. Потому что вот этот мостик, он недоступен. И нам придется на тот остров херачить вплавь. А не на каком-то, либо не на какой-то машине, лодке или еще что-то типа того. Конечно, здорово, что нет загрузки. Да, конечно, классно. Единственный, наверное, способ попасть на тот берег, это... Если у вашего персонажа, например, в багаже будет зип-байк, который пришел, собственно, с дополнением жизни на острове. Я уже прикупил нашему Виктору именно зип-байк. Пришлось вернуться домой и потом приехать обратно сюда. И попасть на тот остров мы можем лишь, ну, как бы, на зип-байке, либо же просто доплыв туда. Например, наш Виктор не очень любит спорт. И ему вот такие вот поплывушки, ну, такое себе. И он может просто взять и отправиться. То есть, по идее, мы можем нажать на сюда и ехать сюда. И именно благодаря вот этому вот зип-байку, который у нас пришел с другим дополнением на секундочку, мы можем попасть на вот этот остров. Понятное дело, что любой персонаж может до туда доплыть абсолютно спокойно, абсолютно без каких-либо проблем. Но как будто бы это впервые, когда у нас нет доступа, ну, какого-то логичного доступа, да, помимо того, чтобы как-то доплыть до другой части острова. Впервые такая вот тема в дополнении присутствует. Вот. Давайте мы выйдем сюда на берег. И у нас тут есть, присутствует пещера. Вот. Давайте мы поизучаем эту пещеру, посмотрим. Ну-ка, исследовать. Надеюсь, в этой пещере не просто вот мы ее посетили и все. Надеюсь, здесь хотя бы что-то есть интересное. Хотя бы что-то. Так, у нас тут уже туман. Неплохо. Напоминает, кстати, опять жизнь на острове. Там тоже есть пещера. Так. Замерзнуть до смерти. Кайф, здорово, потрясающе. Очень вовремя. Когда мы зашли в холодную пещеру. Замерзнуть до смерти. Именно. Так, смотрите. Вы это слышали? Виктор почти ничего не видит в темной пещере. Все, что ему остается делать, это бродить, вытянув перед собой руками. И надеяться, что он не споткнется о камне. Вдруг разносится едва слышный звук. Бег, писк. А что это? Шепот? Виктор в ужасе замирает на месте. Может в пещере с ним есть еще кто-то? Или что-то? Животное? Или призрак? Делайте глубокий вдох и прислушаться. Давай прислушаемся. Виктор делает глубокий вдох, задерживает дыхание и напрягает все мышцы своего тела. Затаившись, он внимательно прислушивается. Звуки не меняются. Но Виктор по-прежнему не может понять, кто их издает. Перенервничая, он решает уйти отсюда подальше, пока кто-нибудь или что-нибудь его не заметило. Отлично. Знаете, мы потом с вами как-нибудь пройдем эту пещеру целиком. Постараемся, попробуем, какие штучки там можно получить, проходя эту пещеру. Но главное, что она уже функциональная. Главное, что она уже кликабельная. Не как тот храм, который... Я все, я разочарован, ребят, понимаете? В том храме я разочарован. В принципе, городок неплохой, правда. Городок очень хороший. У нас, кстати, появился мудлет. Жуть, да и только. Какое неприятное ощущение. Из-за нахождения в пещере Виктор начинает испытывать страх. Чувак, у тебя зи-байк есть. Ну ладно, давайте посмотрим, как вообще вплавь. Ну течение тут, конечно, знаете ли меня, хорошее. Они прям вплавь, вот так вот херачат. Им вообще, им вообще пофигу. Так, смотрим дальше. На остров мы сгоняли. Там есть очень крутая активная пещера. Что у нас по взаимодействиям? У нас есть статуя тигра, кстати, на которую можно смотреть. Правда, этот район меня больше радует, чем предыдущий. Тот район вообще какой-то максимально ни о чем. Просто район для того, чтобы было и все. Тут у нас есть тигр. Прикольный тигр с цветком в зубах. Вот, кстати, уже 5 утра. Сейчас уже начнет светать. И мы увидим этот район в дневное время дня. Вот, в светлое время дня. Так, тут у нас, получается, есть участочек. Это все понятно. Так, ну, остров, это окей. Подождите, остров. Остров присутствует. Все, на него мы посмотрели. Вот тут, точнее, да? Да, вот здесь. В ту сторону мы не можем доплыть. Там уже идут у нас бутафорские просто острова. Какой-то вайб, знаете, такой ловлю. Почему-то дополнение Исла Парадиса в Sims 3. Вот, немножко какое-то вот такое вот ощущение. Так, смотрим. Мы посмотрели на статую тигра. Смотрим. По статуе находится небольшая дощечка с надписью. Беззащитная лишь на вид. А эта роза без шипов. Но и тигров не щадит. Бессердечная любовь. По кошачьи ты танцуй. Обретя заветный дар. Робкий первый поцелуй. Или же страстей пожар. Буря чувств остановись. Будь ты храбр или пуглив. А ей подайся или борись. В сердце тигра пробудив. Любовь к когаткам. Хуэн Кордеро. Автор этого стихотворения. Очень миленько. Очень, кстати, прикольно. Очень здоровски. Так. И у нас тут, по идее, где-то здесь вот должен быть парк тигров. У нас тут вот есть еще один фонтанчик. Так, у нас там канун Нового Года. Естественно, мы замерзаем. Потому что... Кстати, смотрите. В этом городе нет снега. В этом городе нет снега. Других временных всяких штук. Ну, дождь, скорее всего, есть. А вот зимой снега нет. Давайте... Мы можем его поддержать. Взять тигра под попечительство. Пожертвовать 10 симолеонов. Пожертвовать 50 симолеонов. Пойдемте пожертвуем 50 симолеонов. Нет, ну, мост классный. Если мы еще от первого лица все это сделаем. Выглядит, конечно, потрясающе. Ну, честно. Честно. Это выглядит прям хорошо. Город очень красивый. Тут у нас всякие мусорки. Куда можно выбрасывать мусор. Кстати, она кликабельная? Да, она кликабельная. Ух ты. Значит, в отладке есть. Или в режиме строительства. Так. Мы растворились. Улетели в парк тигров. Благодарим за пожертвование заповеднику с тиграми. Тиграми Сулея. Вы внесли ценный вклад спасения и сохранения этих животных. Забота о тиграх наша первостепенная задача. Поэтому нам важен каждый симолеон. Так, а теперь давайте мы возьмем под попечение тигра. Взять тигра под охрану, грубо говоря. Но, но, во многих зоопарках есть такая тема, что вы можете приехать, взять какое-то животное под попечение, но это не значит, что вы его возьмете с собой. Вы просто будете, грубо говоря, его, он будет вашей содержанкой. А вы будете его содержать и обеспечивать. Добро пожаловать в клуб Хищный Детеныш. Поздравляем со вступлением в клуб Хищный Детеныш. Благодарим за щедрое пожертвование программе Приют для Тигров. Каждому любителю тигрят нужен пушистый друг. Поэтому скоро вы получите плюшевую игрушку и эксклюзивный памятный плакат. Он будет отправлен по почте в течение одного-двух рабочих дней. Вы внесли неоценимый вклад в счастливую жизнь тигров в заповеднике Сулея и за его пределами. За что мы очень благодарны. С нетерпением ждем ваших новых пожертвований. Ну, естественно, мы будем давать еще пожертвования. Также у нас тут есть еще одна статуя. Мы можем также на нее посмотреть. Возможно, на ней тоже есть какая-нибудь надпись, которую мы разглядим. Но этот район, правда, ребят, этот район намного круче. Здесь есть что делать. Можно на что-то кликнуть, куда-то зайти, что-то посмотреть. Тем более, что, естественно, тут мы можем посетить заповедник с тиграми Сулея. Давайте мы это сделаем. И там, скорее всего, будут какие-то определенные задания, таблички и так далее. Вот, смотрите, у нас еще надпись вылезла. Великая мать. Всю свою долгую и плодотворную жизнь, Кун Мэ заботилась о своем народе. Тамарангцы до сих пор ее почитают и помнят о клятве, которую она дала тиграм ради взаимной защиты. Согласно легенде, ее душа продолжает перерождаться в новых поколениях тигров. Если внимательно оглядеться по сторонам, можно заметить в кустах ее внимательный взгляд, словно она до сих пор следит за соблюдением своей клятвы. Другие считают, что светящиеся глаза это преднаменование неизбежного возвращения чудовищ. Как бы то ни было, память о Кун Мэ продолжает жить в истории и легендах о великой матери Тамаранга. Если нажать на play и дождаться ночи, дождаться вечера, то вот в этой части, получается, в этой части кустов, здесь можно будет увидеть глаза тигра. То есть они такие светятся в темноте, выглядят потрясающе, выглядят здорово. Это все упоминание тигров в этом дополнении. Ну вот, хотя назвать его дополнением, как будто бы даже язык не поворачивает. Стены главного зала увешаны плакатами и табличками с полезной информацией и объявлениями о различных общественных инициативах. Каждая зона зала посвящена отдельной теме. Виктор смотрит по сторонам, изучая различные сведения, пока кое-что не привлекает его внимания. Ой, а что это за плакат? Давайте. Любопытная находка. Под вывеской «Наследие Тамаранга» висит плакат, к которому сбоку прикреплена загадочная записка. Развернув ее, Виктор читает следующее. Так, у нас там началась масленица. Много поколений назад на берегу моря Ши расположилась сонная рыбацкая деревушка Тамаранг. Эту деревню защищали тигры, всегда готовые дать отпор угрозам из лесной чащи. В благодарность местные жители угощали защитников своими богатыми уловами. Но со временем деревня начала разрастаться, и главе поселения не захотелось тратить на тигров столько ресурсов. Не в состоянии найти другого, а пропитание на опушке леса тигры покинули деревню. Вскоре после этого жители столкнулись с ужасными последствиями этой утраты. На них начали нападать чудовища. На этом записка заканчивается, но у истории явно есть продолжение. Очень странно. И здесь у нас, ребята, есть с вами некий такой, некая история, да, некая сюжетка. Разумеется, мы ее с вами пройдем, но уже на трансляциях, да, когда уже будем погружаться именно в это дополнение. Не просто поверхностно смотреть на город. Тут есть классная история, где можно всякие штучки находить, всякие коллекции собирать и так далее. Звучит очень классно. Так, ну что, теперь пришло время режима TAB и смотрим на работу наших потрясающих разработчиков. Что у нас тут присутствует? Тут у нас присутствуют всякие виды на какие-то вот такие штуки. Кстати, по-моему, что-то похожее было в Sims 2. Там такие объекты были зеленые, выстроенные. Вот. Но, смотрите, этот район, этот район, смотрите, этот район, это что-то максимально стандартное для Sims 4. Без каких-либо явных косяков по реализации. Ну, я только сказал, что без косяков по реализации. Но хотя оно как бы, оно издалека как будто бы, знаете, должно выглядеть так, как будто бы там есть земля, да, и как будто бы оно стоит на опоре какой-то, на твердой, а не просто витает в воздухе, и все, и все, вот. Ух ты ж, ешкин-кошкин, а это что такое? Вот она проблема, блин, ребята, я нашел проблему снизу, скажем так. Так, вы смотрите, вы просто на это посмотрите, он нам не дает долго гулять, он нам не дает долго гулять по дну этого городка, но, но вы просто на это посмотрите. Днище города Тамаранг выглядит очень странно. И, кстати говоря, ребята, такая же, точно такая же проблема была и в Сулане. Если закинуть камеру под, точнее, камеру под карту, да, то там можно очень четко увидеть просто гигантское количество, тут тоже у нас какие-то храмы, кстати, храмы, ух ты, красивые, прикольные. Короче, низовье городка Тамаранг выглядит очень странно, очень страшно. Вот, если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Вот, но, в принципе, в целом, в целом, если мне сказать, что это Сулане, вот так вот, да, вот так вот, если взять, ну, вот так вот, сфоткать это все и сказать, Сулане, я такой, ну да, это Сулане, но нет, это Тамаранг. Очень классно, что здесь открытая вода, можно плавать куда хотите, в особенности, если там ездить на зип-байках, плавать на надувных матрасах, причем довольно большая площадь для купания, ну, как бы, выглядит здоровски. Мы даже вот сюда можем заплыть абсолютно спокойно, и, кстати, вот сюда тоже мы можем заплыть абсолютно спокойно. Я так понимаю, эта зона, кстати, смотрите, эта зона реально тоже вся открытая для купания. Можно плавать вообще абсолютно спокойно, потому что тут есть пляж, там есть пляж. Кстати, смотрите, тут вполне себе активно живут жители. Вроде улицы не пустые, вроде все хорошо. Ну, собственно, вот такой вот второй район городка Тамаранг. Я бы не сказал, что в этом городе прям действительно есть что делать. И этот город, лично я, ну, желания в нем жить отсутствуют абсолютно. Вот, я как будто бы ожидал чего-то немножко другого, но как будто бы я просто, понимаете, я просто наблюдаю целую кучу бутафорских домиков. Абсолютно огромная куча просто бутафории, которые нельзя никаким образом использовать, с которыми нельзя никаким образом взаимодействовать. Если этот город сделать чисто отпускным, поставить сюда участок арендное жилье, да, которое пришло с дополнением «Жизнь на острове», да, не которое пришло с этим дополнением, а с другим дополнением, вот, арендное жилье, то ездить сюда в отпуск, как альтернатива городку Сулани, почему бы и да? Собственно, здесь можно и на пляже позагорать, да, если в летнее время, и покупаться в воде, да, в море, вот, сходить на какие-нибудь эти экскурсии с тиграми, вот, и тем более, что, получается, Сулани у нас, ну, больше такое островное, да, вот, как будто бы это вот тоже что-то островное, ну, это что-то островное, да, понятное дело, вот, тоже с пляжами, тоже с водой, ну, как будто бы, вот, правда, меня закинули в еще один райончик городка Сулани, только который чуть больше в азиатской тематике выполнен, чем сам Сулани, вот, такие дела. Поэтому мнение о моем городке, если выставлять по рейтингу десятибальной шкалы, то, конечно же, Сан Секвуэ в моем сердце навсегда, с ее максимально отвратительными текстурами, максимально бутафорским видением и так далее. Можно ли в этом городе что-то делать, кроме того, как ходить в парк с тиграми? Нет. Смотреть на фонтаны? Окей. Купаться в воде? Допустим. Все, как бы, город максимально нефункциональный, город максимально странный, и, честно, я ставлю ему, наверное, знаете, что-то из разряда четыре звезды, и, нет, ну не четыре, пять звезд из десяти, потому что, потому что город красивый. Ну, что-что, но город красивый, правда. Улочки выполнены потрясающе. Очень много объектов, город очень насыщенный объектами. Это не пустая Сан Секвуэ, да, где просто целые огромные площади, просто пустые, просто без ничего. Здесь же, как будто бы, разработчики даже постарались, что ли, понадобавляли всего. Естественно, если взять мод Тулк, его можно еще больше застроить, там всякие столики поставить и тому подобное. Вот, там на пляже можно всякие штуки понаставить, там всякие зонтики, лежаки и так далее. Этот город, правда, больше отпускной, нежели жилой, и он веет какими-то вот, знаете, такими вот вайбами Исла Парадисы. Но вот если, например, соединить Тамаранг, Сулани и какой-нибудь... Какую-нибудь Тартозу, я не знаю, вот что-то типа вот такого вот стилистики сделать из этого. Какие красивые закаты, вы просто на это посмотрите. Какая красота. Лепота. Вот. И сделать из Тартозы, Сулани и Тамаранга одну большую карту, один большой город, вот это привет Исла Парадиса. Прям Исла Парадиса с какими-то такими своими вайбами, испанскими, островными, вода, купания и все остальное. Вот, добавить сюда домики на воде и все. И просто все. Можно спокойно жить. Вот. Такие дела. Но опять же, город не жилой. Город, по большей части, отпускной. И я, наверное, думаю, вы со мной тоже в этом... в этом смысле согласитесь. Поэтому, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить палец вверх. Это было мое мнение о городе Тамаранг. в Sims 4 в дополнение сдается. Поэтому, если вам понравилось видео, не забудьте поставить палец вверх, также подписаться на канал, дабы не упускать самую свежую и интересную информацию. А в ближайшее время ее будет очень много по вышедшему дополнению. Поэтому, подпишись на канал, дабы ничего не упустить. Всех безумно люблю. Спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. И всем, до скорых встреч в новых видео и в новых трансляциях. Всех люблю. И всем пока-пока, мои хорошие. Пока-пока.